Теперь обо всем по порядку. Почти 25 миллиардов тенге. Такой ущерб государству принесли те, кто попался на коррупции. Итоги прошлого года подвели в профильном агентстве. В коллегии, которая проходила в столице, выступил и Аким области Кумар Аксакалов. Кстати, Северный Казахстан в списке лучших по профилактике социального зла. О том, как борются с коррупцией в нашем регионе и в стране в целом, в материале Айгири Мукашевой. Говорят, в столице слушают всей страной. Внимание каждого региона приковано к экранам. Речь о наболевшем и злободневном коррупции. Образование, сельское хозяйство, здравоохранение. Работники этих сфер грешат взяточничеством чаще остальных. Не отстают и в отрасли строительства, архитектуры и земельных отношений, которые, говорит Алик Шпикбаев, тоже являются наиболее подверженными коррупции. Несмотря на поручение Львасы и президента о создании геопорталов, регионы, мягко говоря, заболтали эту нужную инициативу. Какой вывод тут можно сделать? Либо нет понимания, как организовать эту работу, либо это заинтересованное сохранение привычной и удобной схемы и стабильного, в кавычках, заработка. Всего в прошлом году в Казахстане зарегистрировали свыше 1700 коррупционных преступлений. Больше половины взятки. Наказание понесло тысячи должностных лиц. Не врезговали и те, кто носит погоны. В прошлом году привлекли 237 работников правоохранительной системы. Даже среди тех, кто вершит правосудие, были коррупционеры. Семь служителей Фемида оказались в зале суда, только не на привычном для себя месте. И сталинские методы здесь неэффективны, говорит Алик Шпикбаев. Надо не страх вселять, а вести конструктивный диалог и наладить эффективное партнерство. И, конечно же, лучшая защита – профилактика. Госорганы работать должны открыто и прозрачно. Лидирующими регионами являются Алматинская и Североказахстанская области. Именно здесь больше всего госучреждения работают в формате open space и на основе сервисной модели. В аутсайдерах – Мангисталская и Жамбульская области. В честные регионы приходят инвесторы и процветает бизнес. Об этом говорил Аким Наш области Кумар Аксакалов. Для искоренения коррупции мы переводим государственные услуги в электронный формат, совершенствуем сферу госзакупок. В рамках реализации инициативы Ельбаса разработана и постоянно обновляется интерактивная карта открытых бюджетов. В информационный сервис внесено 957 бюджетных организаций, опубликован 1231 бюджет. Благодаря этому сегодня жители региона могут контролировать каждые деньги, выделенные из бюджета на ремонт и строительство автомобильных дорог, социальных объектов. Количество безналичных платежей в нашей области выросло с 13% до 40%. Это помогает бороться с теневой экономикой. А самое главное, мы успешно воплощаем концепцию слышащего государства. Для усиления общественного контроля на сайте Акимата области открыт портал «Народный контроль», где люди активно направляют фото и видеоматериалы с явными нарушениями при строительстве, проведении ремонтных работ на социальных объектах и так далее. В текущем году проектной группой Казалжара-Далдахалана мониторингом будут охвачены все 69 дорог, находящихся на гарантийном обслуживании. В первом полугодии текущего года будет запущен проект «Бюджет участия». Это позволит населению определять объекты, ремонт которых является первоочередным. Не быть сторонним наблюдателем и не молчать о нечистых на руку призывают борцы с коррупцией. К тому же сообщать о взятках теперь выгодно. Сумма вознаграждения будет дифференцирована, как в большинстве стран ОСР. Человек, сообщивший о факте коррупции, может получить 10% от суммы взятки после обвинительного приговора. Максимальное вознаграждение – 10 миллионов 600 тысяч тенге. Отмечу, согласно опросам, 60% казахстанцев готовы внести свой вклад в борьбу с коррупцией. Агирим Акашев, Рустам Тлюжанов, Новость, МТРК.